доброе утро друзья наши далекие близкие сегодня тоже чего нет расскажу сейчас еду попытка номер два или номер три уже не знаю с нашими подобичными открыть счет банки теперь уже поскольку мы проморгали термин и маркдорф маркдорфе сейчас я еду двух автомобилях скорее всего поедем принимающая сторона я как переводчик и мы поедем в парк кассы фридриска счет открыть можно только в больших сбербанках если у вас есть только один какой-нибудь документ очень похож на немецкий а у свайс вид на жительство например вот такая пластиковая карточка очень похожа на банковскую карту либо водительские права ну что сегодня в тик токи увидела что гамбург завалила снегом у нас еще нет но прям завтра послезавтра вполне возможно что будет снег если просто мимо тучи не пройдут и где-то через неделю будет и минус один и минус четыре в общем на самом деле погода шепчет и машина постоянно хочет бензина с бензином каждый может есть и попробуй на парах хорошо что я никуда далеко не езжу да уже ребят привыкла я немножко уже в черным светофором почему они черные я думаю что из-за из экономии чтобы светофоры не говорили они постоянно без света как я называю их черными светофорами не закрепила бутылки с минеральной водой которую я с собой всегда так еще значит время от времени поступают вопросы поскольку был опубликован ролик когда я отправлялась из питера мюнхен и до сих пор время от времени либо там либо в одноклассниках вопросы возникают когда ехать как добраться значит да аллегра уже не ходят между питером и фельсинки каким образом люди ездят ну как еще пока есть маршрутки и автобусы еще есть автобусы через эстонию через нарвесу через усть нарву пока так андре с дома и он утром гулять с собаками несмотря на то что я просыпаюсь в 7.30 стабильно несмотря на то что часы тоже поменяли все равно это 7.30 не знаю как это действует я просыпаюсь я потом опять засыпаю ну естественно я очень метеочувствительна посмотрите что творится то есть сначала было 20 градусов потом тадам и уже сразу вот сейчас например насколько сейчас знаете что мне не нравится еще на немецких дорогах вот я еду да я на этой в ту сторону 1 и навстречу мне проехала одна машина за мной бмв едет вот просто как сел на хвост что называется и все и едет и едет и едет то есть если не дай бог вот здесь есть знаки такие притормозить потому что олени могут выскочить на дорогу или еще что то вот если мало ли вдруг притормозил да деревню пять домов потому что я никак не могу выучить вот этот вот эту деревушку ну хутор скорее всего правда за последние вот почти три года как я здесь здесь еще дома построили где вот наши подопечные живут я и не знаю сказали что они в старом деревенском доме живут старый деревенский дом вот здесь может это они здесь прямо на краю леса ну что съездили мы благополучно сделали заявку на открытие счетов счет конечно открывается не сразу конечно там я не смогла снимать в банке снимаю сейчас уже в другом банке куда я привезла вот такие денежки сдать у моего мужа есть уже многолетние наверное много десятилетий традиция когда он бутылку из-под молока собирает вот такие монетки и он уже знает что три бутылки из-под молока это приблизительно 300 евро так и получилось на самом деле даже чуть больше и он рассказывает что как только у него набирались три бутылки с такими монетками он сразу отправлялся в отпуск и да это совершенно реально за 300 евро отдохнуть из германии куда-нибудь полететь на какой-нибудь остров и причем это будет с билетом туда и обратно когда еще включено все будет и конечно немцы очень любят скидки скидки это наше все есть широкая реклама по телевидению проспекты распространяются в продуктовых магазинах второй вопрос откуда берется монета в таком количестве а все только потому что очень многие немцы до сих пор предпочитают расплачиваться наличкой в самом начале моего пребывания здесь каждый раз когда мы отправлялись за покупками в продуктовый супермаркет мы сначала заезжали в банк снимали деньги с карты наличные и потом уже ехали за покупками каждый раз я задавала вопрос а почему мы не можем напрямую расплатиться по карте сразу в супермаркете ну потому что говорил мне муж я не могу контролировать сколько там осталось я ему показалось каким образом закачивается телебанк на телефон и ты каждый раз в курсе и даже тебе смс может приходить сколько ты потратил сколько у тебя на счету и так далее кстати в нашем местном отделении райфайзен банк недавно был ремонт и здесь появился автомат который принимает вот эти монетки стою я сдаю эти монетки видели там мужчина рядом сегодня как бмв пристроился сзади и ехал чуть не впилился в меня когда я стала тормозить на повороте и здесь тоже вот мужчина и стоял и стоял хотя ему нужно было деньги получить из банкомата стояли банкоматы рядом много почему нужно рядом со мной стоять и дышать мне в спину раньше мелочь они принимали у себя в каком-то закутке теперь поставили уже для всеобщего пользования вот такой автомат но выходят и обучают всех ну а потому что банк разорился на автомат который стоит в доступном месте представьте сколько кубыш копится по домам в молочных бутылках для отпуска в домах добропорядочных бюргеров ну а нам пришлось расстаться со своей кубышкой потому что Андреас тут практически месяц не работал и естественно деньги нужны каждый день ну что и у нас тоже как и на севере германии выпал снег буквально пару дней шел снег не лежал конечно не держался долго тут же таял но для меня нет у природы плохой погоды мне все нравится и понятно что здесь не бывает сильно холодно посмотрите какая мелиса уже у нас в саду так ну и продолжу рассказ о том как открывали счета украинским беженцам вопросы все стандартные они повторяются из раза в раз и так по внутреннему украинскому паспорту счет не откроют нужен либо загранпаспорт либо такая корочка которая называется айди паспорт читала в фейсбуке комментарии по подобным темам и говорили например что в баварии можно открыть без регистрации счет в банке здесь в баден вюртемберге по крайней мере у нас в городе фридрисхаффен это невозможно регистрация по месту жительства обязательно айди пас или загранпаспорт и пожалуйста начинают оформление документов примерно через неделю можно прийти только расписаться и получить свои документы за одно посещение счет в банке не открывается все семьи оформили документы при мне молодой человек показывал внутренний паспорт украинский сказали нет достал загранпаспорт сказали да у самого старшего члена семьи не было еще регистрации по месту жительства сказали ждите приходите с регистрацией ребят рассказываю очень подробно и для волонтеров в том числе потому что ситуация меняется ежедневно и в каждой земле ситуация своя и в каждом в каждом городе буквально и от человека человеческий фактор тоже никто не отменял еще какие новости у нас у нас отменяется масочный режим можно без масок теперь прийти на почту как раз специально сняла заезжали на почту требуется только соблюдение дистанции ну а так видите уже люди без масок просто посмотрите и вы можете выбрать какие-то какие-то так